Новое видео выходит каждый день в 20.00 Гранд Ролли Плей обосрались, не успев открыться. Вы знаете, это тот редкий случай, когда Гранд Ролли Плей хотел обосрать Аризону, но забыл снять штаны. Примерно такая же ситуация была с Данилом Геррери в каком-то там году. Ну, когда, знаете, он сначала обсирал Аризону, а потом так сказал, мол, чуваки, да вы чё, Аризона вроде как неплохо так поменялась за последние несколько лет. Давайте-ка все на неё заходим, если что, то никнейм Данил Геррери, промокод такой же, то есть Геррери Мафи, заходим, как бы регистрируемся и всё делаем так, чтобы было прям нормально. Ну, в общем, я думаю, что это не суть нашего текущего видеоролика, а суть его заключается немного в другом. Дело в том, что в недавно вышедшем ролике Брулёв Плей был основатель Гранд Ролли Плей, которого уже спалили, и это реально был он, как бы там, я не знаю, узнали по голосу, там ещё почему-то его узнали, вот. И он в своём ролике, в ролике Брулёва говорил, что, мол, ребят, мы знаем, что вы приходите с Аризоны, и дабы вам было максимально удобно, вот, вы знаете, адаптироваться на нашем проекте, там и многое другое, мы сделаем так, чтобы, ну, некоторые системы с Аризоны, возможно, адаптируем под наш сервер, возможно, перенесём, возможно, сделаем ещё что-то такое, и вы знаете, СК Мэйсон, Станислав Мэйсон, СК Масон и все прочие вот эти вот люди, они не дремлют, они в самом деле не дремлют, и у них очень хорошая память, они всё прекрасно помнят. Несколько лет назад, а, возможно, и не несколько лет назад, неважно, на Grand Roleplay был такой тест, по результатам которого вам давали бесплатное проживание в отеле и, по-моему, випку на несколько дней. Так вот, один из ответов на вопрос в данном тесте был, да даже не один из ответов, а большинство ответов на вопрос там были, как-то, знаете, унижающие, принижающие Аризону, мол, вы знаете, то есть, что могут делать игроки Аризоны Roleplay? Ну, ездить в казино и, разумеется, ДМить. И, вы знаете, вот, менять своё мнение, это более чем нормально, но не тогда, когда ты меняешь его под прессингом каких-либо обстоятельств. Вы увидели, что происходило с Grand Roleplay в последнее время? Ну, там, знаете, такой вот маленький онлайн, такие, знаете ли, подозрения в накрутке ботов на их сервер, да и многое-многое другое. Перечислять, я думаю, можно достаточно долго, за исключением ещё и того, что у них отвратительный менеджмент, и ещё и на стримах они выдавали всем коды, по которым можно было получить верты, как мне писали в комментариях под моими видеороликами. Да, я Николай Соболев, я посмотрел в комментарии под свои видеоролики и увидел, что там пишут вот именно такое. Люди, которые играли на Grand Roleplay в самом деле. И, то есть, я на всё это смотрю и думаю, угу, Grand Roleplay, ну вы чё, вы серьёзно, у вас там запоротая экономика, ещё что-то. И вы гоните, значит, на Аризону во время того, как вы были, в принципе, во время того... Вы знаете, вот в чём проблема? В чём основная проблема? Во время того, как было модно хейтить Аризону в году, наверное, 2017, 2016, когда туда ещё не перешли все топы GTA, сам Ютуба, и пока Аризону, так сказать, на самый верх не подняли, то есть, было там всё, ну, максимально хуёво. Максимально маленький онлайн, игроки, которые хейтят, то есть, фаны там, антифаны, антифанов, разумеется, на серверах было больше, постоянные дудос-атаки и многое-многое другое, но Аризона это переносило. И вот, когда было выгодно, когда было просто вот так вот выгодно хейтить Аризону, Гранд Ролли Плей встали на мнение большинства и захейтили Аризону в своём вот таком вот маленьком тесте. Причём этот тест был доступен для абсолютно любого человека, у которого есть аккаунт на сервере. То есть, это не было как-то скрыто, это не было ещё что-то, то есть, это было выставлено в открытую, то, как Гранд Ролли Плей унижает Аризона Ролли Плей, как бы, в своих вот этих вот тестах. А сейчас, когда Аризона-то у нас оказывает топ-1 сервер, где ж вы были раньше? Вот я просто не понимаю, где вы были раньше? Мне просто вот это вот всё непонятно, сука. Вот постоянно людей нету, людей нету, тебе так сильно нужна помощь, ты никто, тебе нужны какие-то подсказки, тебе нужна поддержка, тебе нужна мотивация. Хуй там, хуй, никто к тебе не придёт. Ты вынужден один вот это вот всё делать, сам во всём этом один, сука, разбираться. Никакой поддержки, никакой помощи, нихуя у тебя нет, понимаете? И ты должен сам выкрапкиваться. И Аризона из этого говна выкрапкалась сама. Возможно, там, я не знаю, основатели не ели несколько месяцев для того, чтобы прокормить каких-нибудь там ютуберов, типа Вертеич и Андреа Сукра, ну так или иначе, так или иначе, ну было-то вот так вот получается. И это пиздец. Это такой пиздец, сука. И вот когда Аризона, это у нас топ-1 проект, нет, всё, мы тест почистим, также системы хотим, чтобы были у нас, как на Аризоне, в 2017-2016 году системы на Аризоне были слишком лишние, слишком ненужные были там системы, да и вообще в целом Аризона была говном. А вот сейчас всем нравится Аризона, поэтому тест этот мы удаляем, и хотим сделать так, чтобы игрокам с Аризоной на нашем проекте было максимально комфортно. Поэтому мы будем переносить разнообразные системы и многое другое. И в данном случае вот многие не поняли. Многие люди не попросту, я состою в беседе ВКонтакте Ангела Косат, там я общаюсь с некоторыми людьми, можете заходить, можете не заходить, мне похуй, это для Вовы, наверное, важно, потому что он там скидывает свои ролики, такие типа, о, пацаны, посмотрите, они такие, о, мы сейчас посмотрим, да, будет классно. Я общаюсь с чуваками, и чуваки не выкупили вообще, что такое, не выкупили, почему вот СК Мейсон Станислав был, в принципе, расстроен вот этим. Ему абсолютно похуй на то, что там возьмут какие-то системы, заберут игроков с Аризоны. Нет, ему вот было непонятно вот это вот двуличие, когда, казалось бы, Аризона, когда она была на дне ни с какими серверами, ни хуя не конфликтовала, всё было нормально, ко всем относились нормально, а вот тут, вот тут получается вот так вот, только Аризона где-то там по онлайну просела, только что-то такое, и Гранд Ролли Плейси сразу встал на сторону большинства и говорит, нет, всё, Аризона полнейшее говно, абсолютно, блядь, нам не нравится, я задел клавиатуру, надеюсь, не было слышно, абсолютно она нам не нравится, и она нам не нужна, вот в чём была претензия СК Мейсона, Станислава Дмитриенко, СК, получается, Скотт Дейл Мейсон, вот, и прочего-прочего-прочего, понимаете, в чём была претензия? Именно в этом. Не в том, что они там берут игроков, берут системы, забрали вот этого Ярика Пидораса Брулёва, и прочих там вот этих вот, я не знаю, пока что только Ярика Пидораса Брулёва, и всё. Но, понимаете, понимаете, в чём основная-то проблема заключается? Вот именно вот в этом вот двуличии, что когда Аризона, вот у Аризоны всё хуёво, никто её не поддерживает, никто, никого не было, то Гранд Ролли Плейси начинал топить её очень активно, очень сильно, а вот когда Аризона поднялась, не, вы что? Аризона это топ-1 проект? Нет, так нельзя, нет, всё. Аризоне отдельное место, очень классный сервер, очень нравится, мы даже системы такие сделаем, чтобы наш, вернее, чтобы игрокам Аризоны на нашем проекте было комфортно, вы понимаете, до чего они, блядь, идут, чтобы вот максимально поднять, сука, онлайн. В общем, я думаю, что в данном случае вы меня, да и СК Мэйсон, если посмотрите данный видеоролик и СК Мэйсон, я думаю, что вы тоже поняли. Просто максимально сильно освещаю вот эту вот проблему, а мне кажется, что это в самом деле проблема, не иначе. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!